Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами, как всегда, Данил. Добро пожаловать! Давненько на нашем канале не было топов. А какие топы самые интересные для наших подписчиков? Я думаю, что это все-таки ножи до 5000 рублей. А топ 5 таких позиций, таких складных ножей сегодня и пойдет речь. Предлагаю начинать. Ну и первым таким ножичком в этом топе будет вот такой вот интересный болезонг. Ладно, шучу. Просто захотелось показать, что до 5000 рублей вы можете найти очень много всего интересного, особенно в наше-то время. Отличительной особенностью вот этого тренировочного болезонга от компании Artisan Cutlery является наличие классного такого тренировочного лезвия. Ну, клинком это не назовешь, да? Тренировочного момента. А еще это болезонг автомат. То есть смотрите, как она может делать. Бах! И у вас открывается с помощью кнопки непосредственно вся вот эта история. Ну и также она может закрываться с помощью автоматического способа в обратную сторону. Приколдесная штуковина. Ну, а место номер 5. Давайте к нему все-таки придвинемся. Друзья, в Москве в последнее время погоды стоят просто великолепные. Так и не хочется сидеть в студии. Поэтому мы вышли на улицу. Ну и пятая позиция нашего сегодняшнего топа это вот такой вот E-Fingrow. Ну, соответственно, характеристики я вам сейчас озвучу. Общая длина ножа составляет 199 миллиметров, из которых 89 миллиметров отмерено на клиночек из D2. Заявленная твердость стали составляет 58-60 единиц по шкале роквелла. Весит при таких габаритах он всего лишь 138 грамм. Ну, а, соответственно, толщина по обуху составляет 3,5 миллиметра. Почему он открывает наш сегодняшний, так сказать, топ? Ну, во многом потому, что это все-таки не такой известный производитель, как и те, которые будут позже него. Но, тем не менее, у него действительно классные характеристики для своего бюджета. Высокие прямые спуски. Сведен он тоненько в 0,3 миллиметра практически по всей режущей кромке. Есть очень такая прям классная насечка на обухе у этого ножа. Ну, и непосредственно конструкция ножа. Это классический сэндвич. То есть есть два стальных лайнера с облегчениями, сделанные методом штамповки. Есть две накладки из G10, кстати говоря, двухцветные. Есть он как в зелено-черном исполнении, так и вот в таком вот красно-черном. Мне такое исполнение нравится намного-намного больше, потому что, ну, как бы смотрится чуть-чуть поагрессивнее. А мне такое в ножах нравится. Керамика в осевом узле. Лайнер-лок тоже с керамическим шариком детента. В общем и целом, по совокупности таких сухих характеристик, это один из лучших ножей, которые на данный момент есть на рынке. Продвигаемся к четвертому месту. Место номер четыре. Это вот такой вот небольшой, достаточно средних габаритов складной нож от компании Firebird, а не же Gunza. Моделька FH51. Почему взял в этот топ, сейчас объясню. Общая длина составляет 185 мм, из которых 81 мм отмерен на клинок. Толщина по обуху 3,5 мм. Ну, а заявленная твердость стали D2 составляет ровно 60 единиц. Очень приятный нож для руки. То есть, прям действительно, учитывая, что он небольшой, он хорошо сидит в моей средней габаритной руке. У него есть классная насечка на обухе, куда ставится большой палец. Клинок формы Warncliffe с таким колким-колким кончиком. Высокими спусками, конечно же, от обуха. Сведен в 0,4 мм равномерно. Действительно, тверденькая D2 используется на Firebird. Флиппер с насечкой подшипники керамические в осевом узле. Шарик детента стальной на лайнер-локе. На накладках G10. Вот такой вот оливковый, да, прям действительно зеленый цвет получается. Ну и, конечно же, клипсы глубокой посадки. В общем и целом, 51-й Firebird. Это такой действительно городской EDC-шник, чтобы что-то где-то порезать. Коробку, обед, вообще без каких-либо проблем он с этим справится. Ну и непосредственно он сейчас, на момент съемок видео, то есть это 11 апреля 2023 года, стоит 3 920. За свои деньги вполне себе очень даже неплохой ножичек, особенно если учитывать, что это достаточно знаменитый уже производитель, с хорошим качеством, который они делают постоянно. Бронзовая позиция нашего сегодняшнего топа, да, мы снова на улице, это вот такой вот Sencat Brasoria в черно-красном исполнении. Почему третье место? Да, все максимально просто. У меня уже такое ощущение, что я вас с этим концерном уже знатно так заколебал. В ИЕ, я часто рассказываю, Сививи тоже с Sencat, точно так же часто появляется на нашем канале, поэтому давать ему хоть и заслуженные высшие позиции я уже просто не могу. Но тем не менее, бронзовая позиция Sencat Brasoria. 199 мм общей длины, из которых 88 мм отмерено на клинок из D2. 58-60 единиц заявленная твердость стали. Конструкция ножа – это классический сэндвич. Ну, непосредственно есть два стальных лайнера и накладки из красного G10. Прямо такого, я бы даже сказал, бордового цвета. Ну и, конечно же, характеристики клинка. 3 мм толщина по обуху. Высокие прямые спуски с тонким сведением в 0,3-0,4 мм на кончике. Есть насечка на обухе и, конечно же, насечка на флиппере у этого ножа. Он открывается, закрывается просто великолепно благодаря керамическому подшипнику в осевом узле. Ну и, конечно же, керамический шайк стоит на детенте. Очень классный ножичек. Я не знаю, почему он не пользуется популярностью, потому что он стоит, очень стоит своих денег. Ну и, конечно же, это знаменитое качество того самого концерна. Ну и еще из интересных моментов такой вот интересный момент. С плавающей упорной бонкой, которая располагается непосредственно в клинке. Но, в целом, сынка от Баразория, место номер 3. Дорогие друзья, хочу напомнить вам про то, что у нас существует телеграм-канал. Называется он «Ножевые новости Ножикова». Подписчики этого канала получают самую актуальную информацию о новинках, о новых поступлениях в наш магазин, конечно же, различных анонсах. Например, вот у нас буквально сегодняшняя такая вот новость, да, о очень интересном Квайкине. Ну и так далее, и тому подобное. Кстати говоря, там еще прикреплен ножевой чат. Подписчикам этого чата полагается постоянная скидка в размере 7%. Ссылочка в описании, а мы продолжаем. Позиция серебряная, то есть это место номер 2. Petro Fightfish 949, вот в таком вот интересном исполнении с накладками из зеленой канвас-микарты. Давайте про его характеристики поговорим. Общая длина составляет 175 мм. Да, он небольшой. Длина клинка 73 мм. Сталь здесь используется К110 с заявленной твердостью в 59-61 единицу по шкале Роквелла и толщиной по обуху в 3 мм ровно. При таких габаритах его вес составляет всего лишь 71 грамм, что говорит нам, мол, ножичек не будет оттягивать ваш карман, даже если вы в летних шортах или в каком-нибудь тренировочном костюме, да, он просто вот будет у вас на кармане и в случае чего выполнять свою главную функцию. Открывается с помощью флипера. В оси, конечно же, керамика однорядная в латунной обойме. Клинок у нас формы такой, дроп-поинт. Спуски прямые, сведенные в 0,4 мм равномерненько. К110 злющая, прям на этих ПФ-ках стоит. Есть голомень, которая обработана продольным сатином. Во спуске и фальшлезвие с обухом у нас непосредственно под битбластом. Как я уже говорил ранее, в качестве материала накладок используется зеленая канвас-микарта. Стальные лайнеры внутри все еще присутствуют, все еще есть. Благодаря этому конструкция ножа достаточно жесткая, он нигде не проминается. Ну и, конечно же, свою роль играет бэкспейсер. Тоже из зеленой канвас-микарты. Клипса очень интересная такая, прям с гравировочкой. Глубочайшие посадки, просто идеально садится на карман. Лайнер-лок имеет керамический шарик детента, стилизованный осевой винт под компанию Petrofite Fish. Видишь, прямо с завода вам, ну как бы, рыбы говорят, мол, смотрите, что есть. Вот такая вот штуковина висит для демонстрации темлячного отверстия, между прочим. Ну и еще в комплексе к этому ножу есть А. Запасные винты. Б. Различные интересные прибамбасы, такие как наклейки и жетоны. С. Это там идет темляк. Действительно, прямо с завода идет темляк. Ну и еще, конечно же, салфеточка для того, чтобы протирать достаточно ржавучую К110. Просто такой барский комплект у этого ножа. А особенно, если учитывать его стоимость. То есть, это у нас составляет 4300 на момент съемок этого видео. По-моему, прям вообще отличный вариант для тех, кто ищет себе небольшие складные ножи на EDC. Ну и первая позиция, золотая позиция нашего сегодняшнего топа. Кто бы мог подумать, если вторая была с Petrofite Fish, с таким достаточно коротким клинком. Ну и первую я, конечно же, выдвину с более длинным. Это вот такой вот здоровенный Nima Knives со следующими характеристиками. Общая длина ножа составляет 235 мм, из которых на клинок отмерено 105 мм. Сделан он из стали D2. 58, 60 единиц заявленная твердость стали. Толщина по обуху составляет 3,5 мм. Ну а весит он при таких габаритах всего лишь каких-то 152 грамм. Что, на мой взгляд, для такого достаточно крупного ножа, все-таки это больше среднеразмерного, совсем-совсем неплохие показатели. Потом, у него более закрытая конструкция. Давайте в этом случае начнем с рукояти. Накладки из красного G10 и бэкспейсер точно так же выполнен из него. В нем, кстати, еще и располагается темлячное отверстие. Очень надежная вещица, то есть нож ни в коем разе не проминается в руке. Вон прям монолит в ней сидит. Как монолит, прошу прощения. Ну и, конечно же, открытие самого клинка. Благодаря этой рукояти происходит довольно удобно и быстро. Открывается здесь клинок. Он, кстати говоря, в форме такого модифицированного шипфута. С помощью фронтфлипера с насечкой. То есть это происходит вот так быстро, молниеносно и легко. Да, в осевом узле стоят стальные подшипники и стальной шарик стоит в качестве детента. Но, все равно, благодаря ширине, весу клинка, открытие происходит бодро и круто. Кстати, если вы новичок и вы не умеете быстро открывать фронтфлиперы, есть максимально простой способ, как это делать с помощью другой руки. Просто уперли фронтом, дернули и все открылось. Максимально просто и быстро. В общем и целом, вот такой вот Nima Knife, который на этот момент стоит меньше 3000 рублей, на мой взгляд, является одним из самых крутых ножей в бюджете, соответственно, до 5. Ну а мы должны возвращаться в студию. Итак, дорогие друзья, на этом я буду с вами прощаться. Как вам такой топ-5 ножей до 5000 рублей? Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. На мой взгляд, вполне себе прям очень хорошие я подобрал ножички, потому что они закрывают разные целевые задачи. То есть это у нас как и по габаритам, так и по железкам, и по цвету рукояти. Правда, у нас получается, что такой прям красно-зеленый топ получился. Но тем не менее, мне тут ножи действительно нравятся, которые лежат передо мной на столе. А я на этом моменте буду с вами прощаться. Всем удачи и до новых встреч на нашем канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!